Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. В нескольких следующих выпусках мы поговорим об одной из самых удивительных книг Ветхого Завета. В книге «Песнь-песни» Широ Ширин. Согласно общепринятому разделению книг Ветхого Завета, она входит в блок учительной литературы, вместе с такими текстами, как «Экклезиаст», «Притчи», «Псалмы» и далее. Однако, чему учит «Песнь-песни»? На нее существует множество комментариев, как в христианской, так и в иудейской традиции. К некоторым из них мы обратимся в ходе наших лекций. Но странное дело, абсолютное большинство комментаторов полностью игнорируют базовый смысл песни. Любое, сколь угодно беглое ознакомство с этим текстом дает понять, что он говорит о любви мужчины и женщины. Любви страстной, горячей, не имеющей ни конца, ни начала. Такова, в общем-то, своеобразная структура текста. Но если христианские комментаторы, затушевывая это смысловое поле, предпочитают больше говорить о аллегорических смыслах, то есть обращают внимание на знаки и образы, то иудейские экзегеты в абсолютном большинстве случаев отвергают прямой смысл этого текста совсем. С точки зрения иудаизма, который в общих чертах разделяют и христиане, Библия — это многослойный текст. За прямым, так называемым телесным смыслом, именуемым пшат, лежит аллегорический, нравственный и в итоге мистический смысл, которые часто крайне далеко отстоят от первого. Так вот, иудейские мудрецы почти всегда категорически отказывают песни песней в пшате, то есть в прямом смысле. Она вся только о духовном, только о небесном. Но насколько верно такое разделение? Разве любовь, в том числе и любовь, реализующаяся в сексуальности, не может быть чистой и возвышенной? Если автор книги избрал эти образы для описания духовных реалий, значит у них, у этих образов человеческой любви, есть нечто с этими духовными реалиями общее, что и позволяет их использовать для их объяснения. Итак, о чем же она лучше из всех песен Библии? О какой любви говорит и чему учит, к чему призывает? Стараемся узнать вместе. Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Необходимо сразу заметить, что книга не имеет формально организованных начало и конца. Здесь нет сюжетной завязки, равно как нет какого-либо прозрачного финала. Нет вполне однозначного видения количества участников повествования и, наконец, нераскрыты и действующие фигуры повествования, фигуры возлюбленных. Кто они? Экзегеты дают массу вариантов. От Соломона и дочери фараона, или царицы Савской, до пастуха и пастушки. В таком темном экзегетическом лесу прекрасно растут многочисленные, крайне разнообразные теории, рассматривающие сам текст, то, как мистическое откровение, то, как сборник свадебных песен. По мере рассмотрения произведения мы постараемся найти некоторый путь среди гебри толкования. Книга начинается с возгласа возлюбленной, призывающей на себя внимание возлюбленного, но не адресованного ему лично. Здесь нет обращения, она не говорит «лабзай», но «да лабзает он». Лишь во второй части стиха, переходя к второму лицу, «ласки твои». Такая грамматическая конструкция встречается в Писании, когда говорящий желает подчеркнуть статус того, о ком он говорит. Например, во второй книге царств, 9 глава, 11 стих. Так в нашем атихете мы используем уважаемому человеку обращение «вы», несмотря на то, что обращаемся к нему одному. Это может свидетельствовать о том, что статус возлюбленного выше, чем статус говорящей о нем девушки, что, однако, маловероятно. Если говорит «дочь фараона», то она не считает себя ниже, чем правитель Израиля. Если говорит «пастушка пастуху», то их социальные статусы также равны. Здесь уважение иного порядка, не подчинение отрепета, как страх Божия, который притыкается множество наших современников. Или как слова апостола Павла, очень четко попадающие в данный контекст, «А жена добоится своего мужа», где речь также идет не о страхе наказания, а о трепете перед возлюбленным. Знаково, что текст во многом построен как указание на женскую инициативу. Он даже начинается с прямой речи возлюбленным. Это кажется совершенно удивительным в патриархальном мире Древнего Востока. Этому может быть два объяснения, при этом не являющиеся взаимосключающими. Первое – теологическое. Ветхий Завет часто делает акцент на уникальной роли женщины в истории народа и каждой конкретной семьи. Это героини от Деворы и Иаиле до абстрактной идеальной добродетельной жены из книги «Притч». Ева, мать всех живущих, отражена в каждой своей дочери, и одна из них исполнит сказанное про матери, то есть родит того, кто сотрет главу змея. То есть место женщины в истории спасения огромное, хотя и затенено впоследствии грехопадения, подчинение мужу. То есть он будет господствовать над тобой, говорит книга Батия. Таким образом, высвечивая роль возлюбленной, текст как бы погружает читателя в возвращение в Эдем, в идеальный мир без социальных условностей, где любящие равны. Второе. Подобного рода тексты, давшие выразительные средства автору песни-песни, были широко распространены у соседей иудеев, у египтян, где роль женщины в обществе была сравнительно выше, чем у большинства народов Леванта. В прекрасных периодах Ахматовой слышится эта яркая женская инициатива. «О, поспеши к сестре своей, как наристалище летящий конь, как бык, стремлаз, бегущий к ясли». Возможно, перед нами возвышенная богословская идея, подчеркивающая истинную роль женщины в бытии мира, выраженная с использованием лучших культурных наработок соседних народов. Говоря о возможной аллегории, нельзя пройти мимо истории преподания откровения Богом своим избранникам через Моисея, который назван в Писании другом Божиим, и с которым Бог говорил лицом к лицу на преподание закона. Так человеческая душа ищет единство с Богом, как Моисей, и более, чем Моисей. Не просто лицом к лицу, но губом к губам. Иврит использует поцелуй как символ плотнейшего единства, как, например, в Псалтире. «Правда и мир облабызаются. От благовония мастей твоих имя твое, как розлитое мира. Поэтому девицы любят тебя. Ласки любимого пьянят более, чем вино. Им его приятнее, чем любой благоухань. Как розлитое мира распространяет свое благоуханье чрезвычайно широко, так и имя возлюбленного известно многим, он человек славный. Эта характеристика, безусловно, подходит царю Соломону. Однако на материале свадебных песен Ближнего Востока исследователи утверждают, что обращение к молодоженам, как к царю и царице, это, в принципе, характерная черта подобных произведений, равно как, например, и взаимные величания молодыми друг другу, которые мы заметим в следующих главах. Слава юноши на то и слава, что известно не только возлюбленным. Поэтому упоминаются и иные девушки, которые, однако, не соперницы для героиня. То, что перед нами поэтический текст, подчеркивается и прекрасной игрой слов. Ну, например, как масло, шамин, и имя Шем, и многие другие. Призыв к возлюбленному, проявление инициативы. Здесь возлюбленная как бы объединяется с теми другими девушками, которые неравнодушны к героям. Однако некоторые чтения указывают на вариант «влеки меня за тобой, побежим». Тогда это продолжение призыва к юноши. Если помнить о втором поле смыслов, в котором возлюбленная – это народ Божий, или конкретнее праведная душа, а возлюбленный – это Господь, то здесь слышится отзвук символа веры Израиля, исхода, когда Бог вывел народ в пустыню, и там на Синайской горе случился брак с потомками Авраама навеки. Он увлек их в пустыню, и они увлеченно побежали за ним. Хотя потом, в этой истории супругства, будет много мрачных и откровенно скандальных поступков невесты, а впоследствии жены. Но это будет история с счастливым концом, о котором скажет последний из книг Писания «Откровенная Иоанна». Там жена, облеченная в солнце, община верных Богу, в последние дни будет вынуждена вновь бежать в пустыню, вместо своей первой любви, где она пребудет в любви возлюбленного своего. Дощери Иерусалимские, черная, но красива, как шадракидарские, как завесы Соломона. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило мне. Сыновья матери мои разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника, я не стерегла. Крайне интересно самоопределение девушки. Она указывает одновременно и на свою красоту, которую отмечает без ложной скромности, и на несовершенство. Черна здесь не следует принимать, как некоторые толкователи, за указание на принадлежность девушки к каким-либо африканским народам. Ее объяснение указывает, что она скорее смугла, так как загорела при пылевых работах. В современном обществе, замечу, загар преимущественно считается красивым. В то время как, не только в традиционных древних обществах, но даже и в дореволюционной России, он считался скорее признаком худородности. То есть человек загорал обычно ведь не на курортах, а на работах под палящим солнцем. Поэтому элиты всегда отличались белокожестью. В сравнении с шатрами кедарцев, бедунинского племени, делающего их из черной козьей шерсти, и параллельно с завесами, а более корректно палатками, то есть домом Соломона, призвано подчеркнуть ту же мысль. Сияние простоты может быть ничуть не слабее яркого блеска великолепия. Слышна здесь и игра слов. Наименование племени и «быть темным» имеют одинаковый трехбуквенный корень. Однако конец этого маленького рассказа превращает его в исповедь и совершенно изменяет его значение. Братья гневаются на девушку за то, что она не уследила за своим виноградником. В данном стихе девушка эвфемистически говорит о несохраненной девственности, что и сделала ее черной. Но в другой части книги сравнение с садом запечатанным явно указывает на обратное, на ее целомудрие. В любом случае речь девушки обращена к единственному любимому, поэтому мы не можем видеть здесь ну как минимум Юльтера. По мнению множества толкователей также черна, но прекрасна для Бога и всякая душа. Да, она не сохранила свою чистоту. Да, оказалась в презрении у собственных ближних, сыновей и матери. То есть, ну по смыслу братьев. Но возлюбленный желает ее красоты. В страшной истории измены народа Бога своему Богу у языки супруг все равно готов принять павшую, но раскаившуюся жену. Так и тут. Возлюбленная черна, но для юноша она сад запечатанный, прекраснейший из всех, и любовь его больше, чем ее несовершенство. Об этом в контексте истории спасения говорит апостол Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И здесь мы слышим оправдание героини перед девушками Иерусалима, своеобразным народным хором. А потом услышим их удивленное восклицание. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна? Секрет красоты и силы ее в опоре, в возлюбленном, о чем мы скажем позже. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полду, к чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих, если ты не знаешь этого прекраснейшей женщины, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих под ли шатров пастушеских. В этом обращении юноша однозначно соотносится с пастушеским ремеслом. Вопрос и ответ в прямом смысле просты. Где мне найти тебя, спрашивает девушка, иди за стадами, которые пасут мои друзья, и найдешь, отвечает юноша. Но в этой истории есть уже обозначенная странность. Обычно юноше принадлежит активность, инициатива. Он ищет, он проявляет интерес. Девушка с той или иной степенью благосклонности принимает. И впереди нас ждут такие фрагменты. Здесь же инициатива за героиней. В продолжении рассмотрения прямых значений можно сказать, что девушке, конечно, да, не всегда правильно занимать выжидательную позицию, а иногда нужно решительно действовать самой. Это кажется в корне расходящимся с традиционной этикой тезисом, но Ветхий Завет превозносит не просто неоднозначные, как, например, у Авигеи, а иногда и откровенно скандальные, как у Фомари, женские инициативы, признавая за ними не только право на существование, но и указывая на благословение Божие, сопутствующее им. Поэтому дерзать иногда нужно. Возлюбленный ускользает, его нужно искать, преодолевать трудности, встречаясь с опасностями. Это очень важно в контексте той идеальной ситуации возвращения в Эдем, где они оба равны, едины и целостны. То, что это все-таки символ Эдема, а не реальный рейский сад, показывают вот те самые трудности, с которыми столкнется описываемая здесь любовь. Замечу, что вопросы возлюбленной начинаются не словом «где», как это указано в переводе, а словом «эйха», «как». Это восклицание известно употреблением в плаче пророка Иеремии, начинающимся со слов «как одиноко сидит город, некогда многолюдный». Можно провести параллель между поиском ускользнувшего любимого героиней и горестными сетываниями пророка о потере народа своего бога. В аллегорическом смысле душа ищет возлюбленного, творца. Она не хочет скитаться возле кого-то другого. Но оказывается, что для того, чтобы найти к нему путь, нужно идти вслед за теми, кто уже с Богом другом. Обратись к пророкам, апостолам, церквям. Они приведут тебя ко мне, говорит душа Бога. Сама ты не найдешь дорогу среди тысяч троп. Почивающий в полдень жених церкви Христос. Это Христос на кресте от 6 до 9 часа, то есть от 12 до 15 часов. Там он почел в полдень, отдав по слову апостола Павла жизнь за свою возлюбленную, церковь, и тем избавив ее от власти смерти и тлен. Кобылицы моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасные ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Своеобразный и достаточно далекий от нашей культуры образ использует автор, желая превознести девушку, сравнивая ее с лошадью. Однако для среды автора книги лошадь была редким и дорогим животным, не предназначенным вообще ни для каких бытовых работ, а лишь для войны, ну или царского выезда. Как христианские, так и иудейские толкователи видят здесь также отсылки с Холио, вспоминают историю погибели колесниц фараона в море. Но по контексту видно, что юноша превозносит любимое, и в его словах нет никакого негатива. Скорее, на основании ряда последующих образов можно сказать, что мужчина говорит о опасности, которую представляет девушка для него. Образ войска со знаменами, городских укреплений, башен, колесниц, призван указать на силу, мощь любви во всей ее совокупности проявлений. Похожая образность встречается собственно и в европейской культуре, как например в предопределении утюдчика. Такой ли царь был за столом своим, нарт мой издавал благовония свое. Мировый пучок возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает, как кисть кипера возлюбленный мой у меня в виноградниках энгетских. Возлюбленный на пиру у грудей это в общем-то особенность рассадки, а точнее возлежание за ближневосточной трапезой, неизменившаяся за многие столетия и описанная впоследствии на Тайной Вечере, где например апостол Иоанн возлежит на груди у учителя. Это поза доверия. Но здесь, так как речь идет о взаимном превознесении любимого друг друга, говорится скорее всего не о каком-то конкретном царском пиле, а о важности, ценности юноши в глазах его избранницы. Как дорогое благовоние носится подобно ладанки между грудей, местом для ее любимого. Энгиди оазис недалеко от Мертвого моря и был славен своим производством благовоний. Поэтому он и включен в данный ассоциативный ряд виноградники Энгиди. Вот ты прекрасна возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. Вот ты прекрасен возлюбленный мой и любезен, и ложе у нас зелень. Кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. На комплименты юноши отвечает тем же, сравнивая очи девушки с голубками, а не с голубинными глазами, конечно, что логично в свете дальнейших метафор, где соотнесение того или иного качества происходит в том числе с животными, но не с какими-то их частями. Голубь в книге «Бытия» вестник мира, а в Левите жертва, приносимая от лица бедняка. Мир, кротость, смирение, вот то, что виден в глазах своей любимой мужчины. Но эти качества совершенно не соотнесены с часто мимикрирующими под них инфантильностью, безразличием или флегматичностью. От ничем из перечисленного девушка совершенно не страдает. Ответ девушки вновь возвращает к образу сада, где нет условности, где мир не тлеет от грехопадения, где кровля, потолки и само ложе из благословенной Бога в четвертый день мира травной зелени, по задумке Творца, как раз и дающих кров и пищу всему живому. Как далеко в этих словах до кожаных рис Адама и Евы или необходимость убивать животных для пропитания, как у Ноя и его потомков. Субтитры создавал DimaTorzok